Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку-Ньюс Сахиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии от мин очищены еще более 1184 гектаров, освобожденных от армянской оккупации территорий. Минобороны Азербайджана обнародовала ежемесячный отчет. Великое возвращение продолжается. Сегодня в родные края вернулись еще 60 бывших вынужденных переселенцев. В Лачине им вручили ключи от квартир. В Иране объявили трехдневный траур в связи с убийством минувшей ночью в Тегеране главы политбюро движения «Хамас». Как отреагировали мировые лидеры на убийство Исмаила Хании? Сегодня в выпуске. В Азербайджане внесены изменения в состав межведомственной комиссии по охране государственной тайны. Указ об этом подписал президент Ильхам Алиев. Согласно подписанному документу, в список членов комиссии включен замначальника госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приглашение новоназначенному президенту Ирана Масуду Пензичкияну на 29-ю сессию КОП, которая пройдет в ноябре этого года в Баку. Письмо с приглашением передал премьер-министр Азербайджана Али Асада в ходе встречи в Тегеране, куда глава правительства прибыл для участия в церемонии инаугурации Пензичкияна. Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пензичкияна прошла накануне в здании иранского парламента в Тегеране. В ней приняли участие высокопоставленные гости из 80 стран. Премьер-министр Али Асада в 31 июля посетил посольство Азербайджана в Тегеране, как сообщает Кабинет министров Республики. Делегация во главе с премьер-министром ознакомилась со зданием депредставительства. Состоялась беседа премьер-министра с послом Азербайджана в Иране и персоналом посольства. В Азербайджане полным ходом идет подготовка к назначенным на 1 сентября текущего года внеочередным парламентским выборам. В Баку прошел круглый стол на тему обеспечения избирательных прав граждан в связи с предстоящими выборами в парламент. На мероприятии, организованном аппаратом омбудсмана Азербайджана совместно с Центральной избирательной комиссией, были заслушаны доклады на темы конституционные и законодательные возможности эффективного обеспечения избирательного права и значения института наблюдателей и роль омбудсмана в этом процессе. Отметим, на данный момент ЦИК Азербайджана зарегистрировала на внеочередные выборы в парламент республики кандидатура около 390 человек. В июле этого года инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии от Мин были полностью очищены более 1184 гектаров, освобожденных от армянской оккупации территории. Как сообщает Миноборона Азербайджана, на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 39 721 гектар земель. В целом обнаружено и уничтожено 13 045 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 3 318 единиц противотанковых и 10 463 единицы противопехотных мин. Продолжается переселение на освобожденные от оккупации территории. Сегодня в родной Лачин вернулись еще по 17 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 60 человек. в городе Лачин состоялась церемония встречи лачинцев, где им были вручены ключи от квартир. В 31 июля семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из городакского района Баку. Я очень волнуюсь. Я уезжала оттуда, когда мне было 28, а теперь мне почти 60. У меня четверо детей. Теперь, хвала Аллаху, все они выросли у всех своей семьи. Я покидала Лачин одна и возвращаюсь туда тоже одна. Когда уезжала, мой муж, Октай Гюлялиев, воевавший тогда в Шуше, попал там в плен и погиб. Можно сказать, я была одной из последних, кто покинул Лачин в 1992 году. Я очень ждала мужа, но он так и не вернулся, и мне пришлось уехать без него. А сейчас, также одна, я возвращаюсь обратно. На данном этапе в Лачин возвращается 18 семей, 60 человек. Отметим, что в Лачине, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 552 семей, 2031 человека. К другим новостям. В Иране объявили трехдневный траур в связи с убийством, минувшей ночью в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения Хамаса Исмаила Хании. Корпус стражи исламской революции сообщил, что политикой один из его телохранителей были убиты после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пизишкияна. В результате нападения на их дом в Тегеране. Движение Хамас заявило, что глава политбюро погиб при атаке Израиля на его резиденцию в Тегеране. Иранская сторона же сообщает, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, а его результаты будут объявлены позднее. В свою очередь, Израиль пока никак не комментирует сообщения о смерти главы политбюро Хамаса. Отмечается, что Исмаил Хания считался одним из самых богатых и влиятельных палестинцев в мире. Долгое время он проживал в Катаре. Как отреагировали мировые лидеры на убийство лидера Хамас, расскажем в следующем материале. Убийство лидера Хамаса Исмаила Хании может привести к эскалации конфликта. Однако это не поможет Израилю достичь своих целей в борьбе с палестинским движением. Об этом заявил представитель Хамас Сами Абу Зухри в эфире телеканала Али Акса. Убийство израильской оккупации Исмаила Хании – это серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю Хамас и волю нашего народа. «Мы подтверждаем, что эта эскалация не достигнет своих фальшивых целей», – сказал Абу Зухри. По его словам, движение Хамас продолжит противостояние с Израилем, несмотря на гибель Хании. Отметим, что министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство главы политбюро Хамас Исмаила Хании является правильным способом очистить мир. Его слова передает газета The Times of Israel. «Смерть Хании делает мир немного лучше», – подчеркнул израильский министр. К слову, канцелярия Нетаньяху запретила комментировать смерть Хании. Президент Ирана также прокомментировал гибель Хании. Масуд Пизешкиан заявил, что его страна будет защищать свой суверенитет. Иран направил в Совет Безопасности ООН письмо с требованием привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту, – сообщили в постпредстве. Правительство Ирака также решительно осуждает израильский удар по Бейруту и считает его явным нарушением международного права, – заявили в МИД страны. В Белом доме также знают о гибели главы политбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хании, но от комментариев отказались. Лидер Турции в своей публикации в соцсети Икс заявил, что убийство Хании – это заговор с целью сломить Палестину и сопротивление газа. Турецкий МИД также отреагировал с заявлением в соцсети Икс. Турция решительно осудила убийство в Тегеране главы политического бюро радикального палестинского движения Хамас Исмаила Хании. Замглавы МИД России Михаил Богданов также прокомментировал убийство Хании. Гибель главы политбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством. Москва в свете обострения на Ближнем Востоке призывает стороны проявлять сдержанность. После гибели Исмаила Хании над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг. Согласно шиитской традиции, красные флаги символизируют несправедливо пролитую кровь или призывают отомстить за убитого. Отметим, что церемония прощания главы политбюро палестинского движения Хамас Исмаила Хании убитого в Тегеране состоится 1 августа в иранской столице. Вечером того же дня тело перевезут в столицу Катара. Похороны Исмаила Хании пройдут в пятницу 2 августа в Катарском городе. Лусаил сообщает движение Хамас. И в завершении выпуска сегодня состоялся очередной брифинг МИД России. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Андрей Настасьин ответил на вопросы журналистов, в том числе и на вопрос корреспондента Бакутова РУ Севинчи Сламовой. С нами ли телеканал Баку-ТВ? Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Наш вопрос также связан с Олимпиадой в Париже. Она, конечно же, уже запомнится миру своей скандальной церемонией открытия. И не только глумлением над тайной вечерей с участием трансвеститов, но и политическими провокациями. Мы знаем, что Россию обвинили в нападениях на объекты критической инфраструктуры, отозвали у четырех корреспондентов ТАСС аккредитацию, а на Франс-2 прозвучали провокационные, оскорбительные заявления в адрес нашей страны, Азербайджана. Хотелось бы очень услышать Ваши комментарии на эту тему. Спасибо. Вам спасибо. По Олимпиаде, что и понятно, очень много вопросов сегодня. То, что мы видим, это либо полный хаос, либо умело оркестрируемая ситуация. Ответил уже на вопросы Ваших коллег. Могу лишь повторить. Вместо наведения мостов между нациями, на Западе продолжают возводить между людьми и мировыми культурами непреодолимые препоны. В головах правящих элит многих стран Евросоюза и не только царят нелиберальные идеи, которые не позволяют им объективно смотреть на вещи. И понимать, что вклад религии и христианства в развитие цивилизации – это очень значимый фактор. И что-то делать в противоречии, ему пытаться каким-то образом осквернить чувства верующих людей по всему миру, не только христиан, носят исключительно деструктивный характер. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин